Рене Магритт И вуаля! Шедевр готов! Мы на Люсдорфской дороге и говорим сегодня о так называемых велодорожках. Так вот, если у Рене Магрита изображенная курительная трубка называлась не трубка, так и у нас это не велодорожка. Не велодорожка и то, что мы можем увидеть на Средней Фонтанской, да и во многих других местах так называемые велодорожки сейчас появляются активно, в том числе благодаря инициативе некоторых депутатов, которые изрядно покатались по Европам и свежий передовой опыт везут в Одессу. Казалось бы, ничего плохого в этом нет и быть не может. Велодвижение, велоспорт, экологический вид транспорта, да все нормально. Но то, как это сделано в Одессе, отдает откровенной халтурой и желанием заработать каких-то баллов политических больше, чем практических. Давайте рассмотрим ту велодорожку, на которой мы находимся сейчас. По большому счету, кроме полоски рядом с оживленным участком проезжей части, больше ничего нам эта велодорожка не дает. Посмотрите, как это сделано в европейских странах. Нормальных, цивилизованных городах, где велоактивисты, да, это люди, к которым прислушиваются. Да не только велоактивисты, просто обычные граждане, которые используют велосипед повседневной жизни. Вы же знаете, что такое велодорожка. Я обращаюсь в том числе к тем депутатам, которые двумя руками поддерживают вот такое. Вот такое вот. Если не знаете, я уже обращаюсь к тем, кто не бывал по разным причинам в разных заграницах. Посмотрите, что из себя представляют велодорожки. Это иногда, это действительно часть проезжего, да, такого пространства. Но в большей степени это часть тротуара. Она отделена, отделена, может быть, небольшим бордюром. Она выделяется цветом, она выделяется покрытием. Для того, чтобы сконструировать качественную, нормальную велодорожку, нужно поработать мозгами. Нужно поработать душой, пересесть в это седло, проехаться, посмотреть. И тогда внедрять опыт европейский, как я уже говорил, передовой, практичный и полезный. Что мы видим в Одессе? Да, люди, которые выбрали давно своих железных коней, да, велосипедов, они вынуждены ездить по этой части дороги. Не ездить же им в общем потоке машин. Но велолюбители, допустим, такие, как я, они сюда не пойдут. Потому что здесь, равно как и на Средней Фонтанской, при огромном потоке машин, это не что иное, как мясорубка. Просто угроза жизни. Мой знакомый, который несколько лет назад перебрался в Мюнхен, в последние месяцы выкладывает в YouTube свои перемещения. Недалеко от Мюнхена, по Мюнхену, в другие города выезжает. Я в этом видео, да, в этой колонке, вы обязательно увидите несколько таких вот включений. И посмотрите, чем отличается велодорожка здорового человека от велодорожки, ну, извините за банальность, курильщика. К сожалению, такие велодорожки в Одессе становятся нормой. Действительно, эту велодорожку. Она является частью остановочного парковочного кармана. Это нормально. Отдельный привет нашим водителям, которые так называемую велодорожку... Ну, давайте смиримся. Да, она уже тут есть. Она уже стирается. Вот ее границы уже стираются. Мы это тоже сейчас увидим. Некоторые не очень воспитанные, мягко говоря, недобросовестные водители используют велодорожку в качестве парковочного пространства. Это нормально. А кто за этим должен следить? Патрульная полиция. Может быть, сами велопатрульные. Помните, когда там вводили в Одессе такую функциональную единицу? Все это безнаказанно. Безнаказанная парковка, безнаказанное нарушение скоростного режима, безнаказанная такая вот сдача в эксплуатацию таких вот велодорожек. Поэтому, да, я не могу вам рекомендовать выезжать в Европу, но хотя бы смотрите ролики ютубовские с интересными инфраструктурными какими-то предложениями, потому что Одесса пока очень далека от этого. К сожалению. Продолжаю. Даже заканчиваю цитировать Рене Магрита. Это не велодорожки. Тоже подумайте об этом на досуге. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Смотрите Репортер.